Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнилась минувшая неделя, расскажем в кратком обзоре новостей. Проблемы и жалобы разные, выход один. Если вопрос кажется неразрешимым, анапчане идут на прием к мэру. В понедельник, 29 июля Сергей Сергеев провел очередной прием граждан. 12 обращений, 12 решений в пользу справедливости и правды. Мусор, грязь, разбитая дорога, побочные эффекты стройки. Возмущенные жители Алексеевки пожаловались на соседей застройщиков и администрацию города. На жалобу отреагировали быстро. Специалисты международной комиссией приехали на место, чтобы лично проверить, кто и что нарушает. Комиссию возглавила первая вице-мэра Анапы Светлана Яровая. А после посещения стройобъекта провела совещание с застройщиками курорта, еще раз обозначив все законные требования, предъявляемые к строительным объектам. Проблема последних лет – очередь детских садиков сдвинулась с места. Мэра Анапы Сергей Сергеев решает этот сложный вопрос комплексно. Капитальный ремонт зданий, пристройки и строительство новых детских садов уже в этом году дадут новые места для дешкалят. В этом году администрация города-курорта планирует ввести минимум 627 новых мест в детских садах, в городе и сельских округах. Заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко держит на контроле, как продвигаются работы в детских садах. В урочище Крымская поляна Северского района в рамках краевого губернаторского форума «Регион 93» прошла тематическая смена «Инфопоток». Участники форума, 400 парней и девушек со всего края, проходят обучение по специальной образовательной программе. Каждый день насыщен событиями. Беседы с известными кубанскими и московскими журналистами, представителями власти, мастер-классы от метров пера и микрофона и журналистские конкурсы. Пять молодых журналистов представляют Анапу. В гостях на форуме «Регион 93» побывал мэр Анапы Сергей Сергеев. Провел пресс-конференцию с молодыми специалистами. Безопасность на дорогах. Молодые депутаты городов Кубани обсудили типичные проблемы дорожного движения и попытались найти решение. Новороссийск, Анапа и Сочи три города связывают не только дороги. Сталкиваются с одинаковыми проблемами на дорогах. Решить дорожный вопрос можно комплексно со специалистами ЖКХ, транспортного управления и архитектуры. На Совете молодых депутатов решали, что нужно сделать для исправления ситуации и увеличить штат сотрудников ДПС и ГИБДД. В Анапе за порядком на дорогах следят 27 полицейских. По норме должны 260, в 10 раз больше. Парковок должно быть много и цены должны быть доступными. Сейчас водители, приехав к морю на автомобиле, чаще оставляют железные кони пастись на газонах, тротуарах и вдоль улиц. Водители большегрузного транспорта сетевых магазинов обяжут придерживаться расписания, не загружать дорожную сеть днем. Экскурсионные автобусы в идеале убрать из курортной зоны. На место посадки туристов можно доставлять маршрутками. Такое предложение внесут дополнительным пунктом договор с турфирмами. Крещение Руси – исторические праздники наследия целой цивилизации. 28 июля православные христиане отметили юбилей Крещения Руси. Отсчет новой веры начался с 988 года. Указ внести список памятных дат этот день издали три года назад. У наших соседей Украины 28 июля считается государственным праздником с 2008 года. В честь памяти равноапостольного князя Владимира именно он определил христианство государственной религии на Руси. Анапская благочиния, Екатеринодарская и Кубанская епархии при содействии администрации города-курорт организовала большой праздник на театральной площади. Это был краткий обзор. Главные события недели смотрите сегодня. Слушайте и не говорите потом, что не слышали. Анапским строителям напомнили правила, нормы и законы застройки. А незаконные здания сносят. Свежий пример пристройка к дому в СУКО. В списках судебных приставов на снос уже более 60 объектов. Эффективность профилактической работы в Анапе доказана. Первый рейд без выявленных нарушений миграционного законодательства. Влаги, торчащие из окон автомобилей и громкое за ВДВ. В Анапе отметили профессиональный праздник воздушно-десантных войск. Анапа принимает пятый рок-фестиваль Кубана. И сейчас обо всем подробнее. Неделя на устранение нарушений. Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая напомнила анапчанам правила застройки, нормы и требования управления архитектурой администрации. И установила срок 7 дней. За это время застройщики должны привести участки в порядок в соответствии с законом. Подробности в сюжете. После проверки строительных площадок специалисты межведомственной комиссии составили список самых популярных нарушений застройки в Анапе. Культура строительства, паспорта объектов, мусор на территории и за ней нареканий много. Картину, которую мы увидели, конечно, я бы сказала, такое слово применила, удручающая. Такое чувство, что вчера была война. Я хочу сказать, что мы начали с себя. Составим реестр, где будет указано разрешение на строительство, объект, адрес, подрядчик, телефоны, фотография. На фото вся картина нарушений. Стройплощадка на улице Ленина, 178, без ограждений, без паспорта объекта. Дом строят иностранные работники. У специалистов претензии к внешнему виду стройки и строителей правила безопасности не соблюдают. Я уже не говорю о таких вещах, как требует на сегодня законодательство. Обязательное наличие на объекте спецобъектных для рабочих. Индивидуальные средства защиты от безопасности – это наличие кассов, невозможность проведения на объекты сторонних лиц, как у детей и так далее. Такие же нарушения на объекте стройки по адресу улица Рождественская, 152. Нарушает застройщик по адресу Объездная, 9. Многоквартирный жилой дом не огражден, козырька нет. Стройка открыта для посторонних, вокруг мусор. Из застройки на улице Мелькова, 28, грязь на дороге, строительный мусор на территории и вокруг. На улицах с поэтическими названиями сплошная строительная проза. Многоэтажки номер 32 и 55 по улице Островского, дом на Маяковского, 5А. Несмотря на то, что у нас УРС-произор на самом деле очень сильно занят на сочинских объектах, я абсолютно убежден, что, наверное, нужно их привлекать к этому моменту, ставить в известность, потому что у них как раз есть все полномочия выписывать предписания, осуществлять проверки и доказывать. Они имеют право, что направляют застройщикам по этим вопросам. Нормы и правила застройки от идеи до первого блока на фундаменте напомнил заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов. Акты выбора трасс, вода, свет, проектные документы, согласование с архитекторами. Для чего требуется акт выбора трасс? Для того, чтобы в архитектуре все исполнительные документации будете делать, поверьте мне. Потому что очень много нет базы в архитектуре, где какие коммуникации находятся. Мы постоянно с вами начинаем копать, но на одну коммуникацию в другую столкнемся. Правила работы башенных кранов в темное время суток должны подсвечиваться. К каждой стройке должны быть подъездные пути. Строительный участок огорожен. Не от чужих глаз, для безопасности. Требований определенных не было. Поэтому я скидку делаю на это. Но это было вчера. Зато очень много сегодня приходит консультироваться, как получить в установленном законном порядке разрешение на строительство. И готовятся эти документы. И проекты, и специзы, и так далее. Поэтому возможно, да скорее всего так и было, никто на вещи, на сам процесс организации строительной площадки никогда не прощал в минуту. С сегодняшнего дня это будет под контролем. Разобрали нормы пожарной безопасности и угрозы подтопления. Обязательное условие при подписании разрешения на строительство жилого дома, планирование детской площадки и зеленой зоны. По требованию губернатора Кубани Александра Ткачева. Первый вице-мэр города Светлана Яровая установила конкретный срок. Семь дней на исправление нарушений и недочетов. 8 августа все адреса строек проверят повторно. В администрации отметили, анапчане все чаще обращаются за разрешением на законное строительство. Так спокойней, надежней и выгодней. Наталья Пухальская, Роман Карпов, Анапа-регион. И первое бескомпромиссное воплощение решения по вопросу нелегальных застроек. Бой с самостроем в буквальном смысле. Незаконная пристройка к дому в Сукоснисина. Хозяйка здания, застройщик не приезжает в Анапу уже несколько лет. Предупреждение, штрафы, протоколы об административной ответственности. Покупка жилья может оказаться пыткой, если застройщик изначально нарушает закон. С мошенником столкнулась Наталья семь лет назад. Семь лет назад отец приобрел данное домоводение. Мошенники обманули его. Решили документы. Оформляли все сами. Но мошенница довела до того, что дом не вела в эксплуатацию. И довела до судебных мероприятий. И исчезла, естественно. Продавец и мошенница. Оба, можно сказать, мошенники. Продавец живет в Испании. Живет вообще в Краснодаре. Сейчас живет в Испании. Ему вообще дела не до этого. Решение суда снести незаконную пристройку судебной приставы выполняют свою работу. Сегодня проводится снос очередного самовольного строения в поселке Суко Анапского района. По решению суда с 2012 года данное исполнительное производство находится на исполнении в службе судебных приставов. Должник неоднократно предупреждался об административной ответственности. Так как решение суда не исполнялось должником, совместно с администрацией сегодня проводится снос данного самовольного объекта. На сегодняшний день в службе судебных приставов города Анапы находится около 60 исполнительных производств, основных самовольных строений. Судебные приставы будут сносить все самострои. Список из 60 только начало. Он будет пополняться. Обманутые жильцы и дольщики самостроев вправе обратиться в суд за возмещением ущерба морального и материального. Наталья Пухальская, Игорь Куршаков, Анапа. Регион. В летнее время самыми привлекательными городами для незаконной иностранной рабочей силы остаются Сочи, Краснодар и Анапа. На уровне края ведется беспрецедентная борьба с незаконной миграцией. Мэр Анапы Сергей Сергеев призвал правоохранительные органы и казачество не сдавать позиции и продолжать работу на том же уровне, что и в начале курортного сезона. Позиции не сдают. В Анапе продолжаются вечерние и дневные рейды. Сегодня рейдовая группа в составе сотрудников полиции и миграционной службы города-курорта проверяла самую оживленную часть Анапы – автовокзала Центральный рынок. Восточные фрукты и сладости, конечно, хороши для отдыхающих, но не менее важна безопасность курорта. Поэтому проверка документов, торгующих инжиром из Абхазии, курагой и урюком из Упикистана и других работников торговых точек была самой тщательной. Результат усиленной деятельности правоохранительных органов и администрации города-курорта дает свои плоды. Нарушений визового и паспортного режима в ходе сегодняшней проверки выявлено не было. 2 августа в России празднуют День ВДВ. Воздушно-десантные войска ведут отсчет с 1929 года, когда впервые был высажен отряд красноармейцев в Таджикистане. Десантники России участвовали во всех военных конфликтах и боевых операциях последних 80 лет. Сегодня это род войск, главное предназначение которых – ведение боевых действий в тылу противника. Воздушно-десантные войска отбирают самых сильных спортивно сложенных парней. На территории города-курорта располагается воздушно-десантная часть. Сегодня там состоялось праздничное построение. СМИ не пустили осветить события. Не пропустили на территорию ветеранов ВДВ, которые традиционно приходят в этот день к контрольно-пропускному пункту. И это единственная военная часть в городе, настолько закрытая от посторонних и от своих сослуживцев. Традиции ВДВшников постепенно мельчают. Самое громкое событие кубанского лета – рок-фестиваль Кубана. В этом году пятый фестиваль проходит в Анапе в станице Благовещенской. С 1 по 7 августа все любители рок- и панк-направления в музыке поселились в Благовещенке на полуострове Свободы Кубана. Подробности с открытия Кубаны в материале Натальи Пухальской. Анапа приветствует пятый рок-фестиваль Кубана салютом, а открывает первый день праздника шоу Эмира Кустурицы – Time of the Gypsies. Смешение стилей и направлений – цирк, театр, опера и панк-концерт. Премьера шоу прошла в Париже, а сегодня они здесь, в Анапе. Время цыганского балагана – на Кубани. Time of the Gypsies. Грустная история с фантастическим музыкальным сопровождением и текстом песни на экране на английском и русском языках. Самые голосистые пели караоке или, как принято сейчас у молодежи, караоку. По цыганские мотивы танцевали все гости фестиваля. Атмосфера на Кубани располагает. Экскурсовод Максим на рок-фестивале «Просто Максимка» прилетел из Вьетнама на представлении зритель и герой большого шоу «Кубана». Кубана? Именно этим. Фантастика, что происходит. Фантастика, что здесь будет. Фантастика – это эмоции, это энергии. Родину можно в свой отпуск именно здесь и улететь обратно на работу. Кубана привлекает особенной атмосферой – душевной. Гости подбирают костюмы, как на карнавал, где балом правит дух свободы. Это вообще пижама. Ну просто, чтобы дарить улыбку остальным тоже людям. Все люди улыбаются, здороваются, фоткаются. Я даже не думал, что будет так хорошо. Вроде первый день, только начало, а уже атмосфера такая. Ну люди все добрые, все так по-доброму, по-дешевному. Виталий из Краснодара путешествует за Кубаной. Приехал в третий раз пропустить рок-фестиваль. Для него пропустить полжизни. За полжизни – 10 тысяч. Стоимость билета на Кубану. Здесь просто офигенно. Мне нравится. Я в последний момент купил билет, потому что я понял, что этих эмоций, которые здесь можно получить, их очень тяжело получить просто так. Так, если приехал, вот здесь только можно это все почувствовать и понять. По-другому никак. Гости из Перми Наталья и Павел пятый день рождения Кубана отмечают как собственный. Творческие натуры и в жизни ведут творческий образ жизни. Вдохновляем и творим. У этой пары свой взгляд на мир, на работу и на Кубану. Атмосфера радости, свободы, дружбы, любви, хорошего настроения, позитива. Говорят, артист за время выступления проживает еще одну жизнь. Участники рок-фестиваля Кубана за пять дней проживают несколько. Одна в очередь в кассы, вторая – палаточная и третья – концертная. Первая – длинная, гостей несколько тысяч, вторая – бурная, а третья – это 74 гектара свободы и рок-пространства у самого Черного моря. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа-регион. К другим темам. Летом многие мечтают отдохнуть у Черного моря. Но лишь счастливчикам и страстным поклонникам ювелирного искусства представляется возможность совместить приятное с еще более приятным посетить ювелирно-минералогическую выставку-ярмарку «Блеск самоцветов». В этом году любители драгоценных камней ждут еще более интересные новинки. Подробности с выставки у Ларисы Басовой. На территории Анапского археологического музея Горгипе открылась выставка продажи «Блеск самоцветов», достойная музейной экспозиции. Художник по камню, известная под псевдонимом Захара, привезла уникальную коллекцию изделий из камней, добытых в Бразилии. Невозможно пройти мимо работ питерских художников. Дизайнер Максим Шариков увлекается резьбой по металлу. Его изделия в растительно-анималистическом стиле можно встретить в коллекциях украшений, конечно же, в единственном экземпляре. Дизайнер Андрей Захаров работает по шлифовке поверхности металла, затем украшает ее камнями, бирюзой, смальтой и другими самоцветами. Дизайнер Гаспар Аветисян привез свои авторские работы, и это уже совершенно другой стиль. Вечернее платье просто необходимо дополнить таким кольцом и браслетом, бусами или подвеской, и завершенный неповторимый наряд вам обеспечен. Украшения не только на вечер, но и для ежедневного костюма предлагает московский дизайнер Диана Савицкая. Украшения на ювелирной струне не рассыпятся, струна тянется, так что такое витиеватое колье весьма прочно. Кстати, на выставке можно отремонтировать ювелирные изделия, и можно при помощи специального прибора узнать о подлинности камней и драгоценных металлов. Из Индии и Таиланда привезены сапфиры, аметисты, изумруды, рубины, раухтапазы. И российские дизайнеры огранили камни и придали им достойное обрамление. Есть бусы – точная копия XIII века, восстановленные по старинным гравюрам. А есть большая коллекция из перламутра, которая сегодня в моде. Как говорится, на любой вкус. От стиля модерн до сдержанной православной тематики. Все эти изделия примечательны тем, что созданы не только как высокохудожественные произведения и каждая эксклюзивна, но и обязательно учтены сочетаемость камней по тону и раскраске, мужскому и женскому началу, горячие и холодные камни, четное и нечетное количество в каждом украшении. Чтобы соблюсти природное равновесие, тогда камни принесут удачу, обеспечат покровительство в делах и сделают вас просто счастливыми. Выставка «Блеск самоцветов» продлится до 11 августа включительно. Посетителей ждут ежедневно с 11 до 19 часов. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на выходные. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торговый центр «Алиса» – всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В субботу 3 августа в Анапе малооблачно. Небольшой дождь и, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, ночью плюс 24. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 24. В воскресенье 4 августа малооблачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23, ночью плюс 22 градуса. Ветер северо-западный, порывистый до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 24. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и глуботанцевального спорта «Лунапарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова